Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня будет обзор на Самвела Адамяна. Приехал он в гости со своей мамой к сытникам. Все орут, все кричат, оры, ары на весь двор. Самвел всех запугивает, мол, давайте быстрее заходьте в дом, а то сейчас, как молния трахнет, шандарахнет, говорит, будете вы знать. Тут же, смотрю, обосрал маму колясика, сказав, что у нее платье, платье похоже на тюремную робу. Ну, а Татьяна Васильевна, не поняв, подумала о том, что разговор зашел за нее и стала кричать. Самвелка, хватит мне говорить за хейтеров, я их больше слушать не хочу. В общем, да, смешит меня, если честно, Татьяна Васильевна, в очередной раз, когда она с бабушкой колясика, она называет ее Ольгу Васильевну бабушкой. Блин, да какая она тебе бабушка? Она, по сути, выглядит так же, как и ты. Ну, вот почему-то хочется маме Самвела быть молоденькой девочкой, да, а та, получается, старенькая бабушка. Колясик с мамой молодцы, вовсю готовят, ну, а Самвел, как всегда, только ходит и раздает указания. То к одним прицепится на кухне, то к другим, которые решили сыграть себе спокойно в картишке. Короче, знаете, Самвел с мамой два артиста. Да, Ольга Леонтьевна, да, прошу прощения, сказала Васильевна, оговорилась, так вот, Ольга Леонтьевна сидит, играет в картишке себе спокойно. Слышно только Самвелу, Самвела и его маму. Причем ролик называется «Ждем с мамой киевлян, помогаем готовить». Ну, вот что-то, знаете, я их помощи не увидела, только если языком почесать. Очередной влог, друзья мои, бегают по двору. Вот-вот гости уже на подходе, на подъезде. Все, все блогеры похватали камеры и носятся. Гости приехали, все опять орут, все кричат. Проходьте, гости дорогие. Самвел бежит на кухню, ржет, гогочит, там кричит. Ой, картошка сгорела! И зовет Свету. Вот так и хотелось сказать, Самвел, да, оставь ты эту Свету в покое, да? Ну, неужели ты не понимаешь, что она и так упахалась? Они с колясиком доготовили там целую скатерть, самобранку, да? Уж можно было самому спокойненько убрать с плиты картошку и не звать Свету. Ну, а Татьяна Васильевна вообще молодец. На правах хозяйки предлагает и борщи, и мясо, и салаты. Ну, такая скромняга, знаете, словно это она стояла. Несколько часов с утра пораньше на кухне и готовила вот эти вот все 33 блюда в три руки. Молодец, мама Самвела. Нигде не растеряется. Везде, так скажем, в центре событий, да? В принципе, как и Самвел. Кстати, они в этом плане похожи. Далее, увидев в аквариуме труп рыбки, стал ржать, смеяться над этой рыбкой, и Самвел стал опять докапываться до света, запугивая ее, что ночью к ней обязательно придет призрак вот этой вот рыбки. Ну, а далее прикол. Договаривается Самвел с гостями из Киева, мол, так и так, говорит, надо же будет с вами завтра встретиться. Ну, говорит, мы за вами заедем, говорит, давайте, наверное, говорит, сходим в ресторан, погуляем, говорит, лучше мы время потратим на общение, нежели на вот эту вот готовку и жрачку. И все это, знаете, в присутствии сытников. То есть, вот так вот взял и нетактично опустил Светлану, да, мол, смотрите, они такие идиоты, что вот это вот все стояли и готовили, да, несколько часов подряд, встречая дорогих гостей. Они с мамой тут же поели, попили и сами еще и обосрали сытников, сказав, что, ой, а мы будем в этой ситуации гораздо умнее, мы не будем наготавливать 33 блюда, мы просто возьмем гостей и пойдем с ними в ресторан. Ну, понятное дело, что мама Самвела в жизни, в жизни ради чужих людей такие столы накрывать не будет, да, как Светлана. Что там ради, в принципе, чужих людей? Она и для своих-то детей не дернется с места. Причем, вы знаете, Татьяна Васильевна, да, после сытного ужина завалилась в гостиной и уснула. Ну, а далее Самвел будил свою маму, сказав, мама, ку-ку, поднимайтесь. В общем, самый настоящий артист. Ну, а далее уже показывает из своей квартиры, как Самвел ждет гостей, друзей вот этих вот из Киева, да, и говорит, бедный, бедный, я несчастный, говорит, я так упахался, пока тут, мол, приводил, наводил марафет, но также рассказывает, говорит, да, ко мне приходит женщина, помощница, помогает, убирает квартиру, но, говорит, все равно какую-то там влажную уборку или еще что-то он делает сам. Ну, что я могу сказать, здесь он молодец, действительно чистюля, учитывая, что все-таки он мужчина и живет один, все-таки он старается держать квартиру в чистоте. В общем, да, очередной влог, прикол. Самвел показывает подарки, что ему подарили гости из Киева. Достал ведро, говорит, 18 век, 18 век, ну уж не знаю, что-то, если честно, мне верится с трудом, что это 18 век, ну да ладно. И стал зачем-то в это ведро засовывать туда бутылку шампанского, говорит, я понимаю, это под шампанское, под лед, говорит, а куда там, говорит, лед-то девать, говорит, места под лед уже нет. Так до него, в принципе, не дошло, что это ведро не под бутылку, а это ведро как раз-таки под лед. Ну ладно, помимо этого ведра, ему еще и подарили в конвертике на новоселье тысячу долларов. В общем, да, хорошие гости оказались, приехали, так скажем, не с пустыми руками. Ну а далее Самвел уже у мамы в гостях. Ну и подслушивает же он разговор мамы с Эдичкой. Мама в ударе, как обычно, она планирует ехать, спешит на помощь к своему Эдичке, да, и причем собралась ехать на пару месяцев. Причем говорит, да, я приеду, говорит, вам буду помогать, говорит, на огороде. Я вот думаю, о каком огороде идет речь, на каком огороде она собралась помогать Эдичке в ноябре и в декабре месяце. Кто-нибудь что-нибудь понимает? Я точно нет, да. В ноябре и в декабре месяце там точно не требуется ее помощь, это уже не сезон. И мама сама прекрасно это понимает, наверное, поэтому и собралась туда, так скажем, вне сезон, дабы ее все-таки не припахали к этому огороду. Ну а далее, а далее Самвел уже мама поговорила по телефону с Эдиком. Самвел стал ей вставлять, раздавать ей люлей. Ему, конечно же, не понравилось, что мама такая, знаете, офигевшая и крутит им в разные стороны. Он стал ей высказывать, говорит, это как так, говорит, получается? Значит, как в своей квартире убраться? У тебя, говорит, на это сил нет, тебе, говорит, надо нанимать, говорит, людей и убирать. А как что, так ты, говорит, готова ехать к Эдичке и там, говорит, копаться в огороде. Ну, мама тут же стала оправдываться, говорит, уверять, вот сына, говорит, туда-сюда, нет, говорит, ты понимаешь, я просто, говорит, по верхам не могу, а так-то, в принципе, я могу. Но на самом деле все понятно, да, она села на этого Самвела и поехала. Ей, в принципе, плевать, что у него тут, как он зарабатывает эти деньги и так далее, да. Ну и стала уверять, что нет-нет-нет, ты не думай ничего, говорит, я бы и тебе помогла. Ну, постоянно она понимает прекрасно, что Самвел ее все-таки ревнует, да, и видит, что действительно любовь к Эдику, она другая, и она действительно есть. Ну, а мама стала, конечно же, его уверять, говорит, если бы у тебя было шесть соток, я бы, говорит, тебе тоже приезжала и помогала. Вот, вы знаете, я думаю, мама Самвела по такому случаю договорится, договорится, и Самвел прикупит себе шесть соток, и ей потом придется доказывать, что она действительно очень-очень любит своего сына Самвелку. Он ей говорит, что тебе сейчас, мам, там делать нечего, кругом пандемия, говорит, поедешь по весне. Нет, она, я сейчас поеду, я сейчас поеду, на что Самвел далее говорит, я, говорит, понимаю, там куча этих родственников, будешь, говорит, по всем родственникам таскаться, мол, еще что-нибудь себе там подцепишь, какую-нибудь заразу. Ну, здесь я вообще с Самвелом не согласна, потому что можно подумать, она здесь не таскается с Самвелом по всяким разным гостям, да. Тоже тут всех гостей встречают, по гостям ездят везде, то есть, в принципе, тоже никакой самоизоляции у них нет абсолютно, что там ее не будет, что здесь ее тоже нет. Кстати, мама напялила на себя платье, вывалив опять в свои груди, и собралась ехать в гости к Надюхе. Далее начала трясти, показывать, что же ей подарили гости, ну, и начался прикол. Мама стала выпытывать, а сколько же гостей подарили самому Самвелу, говорит, тебе так же само подарили, говорит, не знаю, говорит. Ну, в общем, да, он, в принципе, ей сказал, сколько ему подарили, она говорит, а сколько Коли подарили, так же, говорит, само, как и тебе. В общем, такой прикол, на самом деле, ей настолько интересно, кому же сколько подарили, не дай бог, кому-то подарили больше, чем им, да. но с другой стороны, я вообще считаю, что сытники молодцы, они, по крайней мере, встретили гостей, предоставили, да, им и стол накрыли, и все на свете сделали, ну да ладно. В общем, мама кто о чем, а мама всегда о подарках, о посылках, это, по-моему, единственное, что ее интересует, ну да, еще Эдичка. В общем, все трясла, выпытывала, да, говорит Самвел, Самвел говорит, надо срочно звонить Наде, чтобы она, говорит, там что-нибудь накрывала столы, причем Самвел предложил поесть в кафе, а ей, видите ли, подавай халяву. Вот все-таки, знаете, как ни крути, наглая тетка считает, что ей кругом все должны. А я вот думаю, кому бы она была бы нужна, кто бы вокруг нее крутился, если бы не Самвел. Понятное дело, что никто. Причем сама что-то столы ни для кого не накрывала, ни для гостей из Киева, ни к кому. Я уверена, к Наде-то она поедет с пустыми руками, скорее всего, зато оттуда вывезет, чего только не привезет. Все как обычно. Вот такой у меня сегодня, друзья мои, получился обзор. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok